Наталья Дунаева и Наталья Антонова уже 4 месяца вдали от родины. А вынужденные переселенцы из Украины с благодарностью отзываются о жителях и руководстве Карачаева-Черкесии, которые с теплотой приняли их в свою большую многонациональную семью. Приняли нас хорошо, но с самого начала нам помогали, там, медикаменты, вещи, все. Ну и продолжают до сих пор ездить и, в принципе, помогать. Вот мы уже 4 месяца и постоянно. Там то теплые вещи, то и да, памперсы. И мыло, и ворошки давали нам. Да, в принципе, в одежду помогают, да. Практически в такой же ситуации, как и украинцы, были некогда и миллионы азербайджанцев. И этих людей, которые сегодня привезли гуманитарную помощь в виде теплых вещей, продуктов питания вынужденным переселенцам в Донбайе, также хорошо приняли несколько лет назад в нашей республике. И потому подставить свое плечо нуждающемуся братскому народу они считают своим долгом. Мы понимаем, наш народ тоже, эта ситуация была, Армения-Азербайджанские конфликты, больше миллиона людей, беженцы сейчас Азербайджаны. Ну, трудно, свои родные земли, родные потерять, старые женщины, дети. Очень тяжело. У нас тоже душа болит, переживаем за них тоже. Ну, хорошо было бы, вот эта ситуация, быстро решили бы, по мирным путям. Наши народы объединяет многое. У нас одно прошлое, наши отцы и дети вместе отстаивали свободу и независимость одной большой, многонациональной и многоконфессиональной страны, говорит Ильхам Ахмедов. С ним полностью солидарны и другие представители благотворительных организаций, которые также всячески оказывают помощь нуждающимся. Я считаю, что каждый человек, который видит по телевидению, что там творится, должен принимать участие в этом. Поэтому и наши работники изъявили желание перечислить дневной заработок и вот оказание такой помощи, это нужно. Мы, конечно, как и все россияне, не могли остаться в стороне от того, что происходит на Украине. И всеми силами, тем, как мы могли, как мы можем помочь, мы, конечно, стараемся. Вот по рекомендации, по просьбе общественной палаты мы сюда приехали сегодня. Собственно, у нас предприятие работает под заказ. На самом деле сейчас у нас как бы продукции нету, но все то, что у нас осталось на складе, мы привезли. Это теплые мужские вещи, теплые женские вещи, теплые куртки имеются в виду, теплые детские вещи. Ну, это имеется в виду верхняя одежда. Вот. Ну, все, все, чем могли. Мы привезли сюда гуманитарную помощь, ну, все, что смогли, конечно, и канцелярские товары для детей, которые здесь находятся. Вот. Так что надеемся, что это им понравится. Сейчас в Донбай, в гостинично-оздоровительном комплексе с одноименным названием, проживает около 300 беженцев из Украины. Как говорят в администрации курортного поселка, большинство из них уже трудоустроены. А меценаты и неравнодушные люди продолжают оказывать им помощь и поддержку, потому как считают, что чужой беды не бывает.